Вы были наблюдателем на каком участке? Я член избирательной комиссии. Член избирательной комиссии даже? Да, с правом решающего голоса. А это где вы дежурили? 112 избирательный участок. Школа на 32-й школе. Октябрьская, 1988. Ну и как было дело, расскажите? Ну и как было дело. Когда подсчет Голшов завершился, присутствовали, наблюдатель был 4 человека, посчитали, все честно, все нормально, протокол был подписан, все самое. Теперь председательной комиссии все разъехались, а вы, член комиссии, оставайтесь, что вам лучше что-то будет не так. Это не, что-то будет, потребуется, потребуется, может быть, что-то поправка там будет, ну, естественно, так должно быть, по-моему. Ну, теперь проходит время, все самые, я даже не видел, ездили они там в комиссии, не ездили, значит, не надо, по-моему, ездили, значит, а мы сидели, самые четверо человек от партии, член комиссии нас делали. Вот, а вы не помните в тех первоначальных протоколах результаты, какие были? Да, все, какие были, такие остались. Они дали, самые, они, может, я не знаю, что было, зачем это делали. Значит, я проверил все результаты, я в ЛДПР поехал, знаешь, самый, и все, все совпало, все точно так же. Ну, дали чистый протокол подписывали, значит, приехало... Без результатов. Чистый бланк. Просто бланк. Ну, чистый бланк самый, самый, заставила, и самый, заместительный председатель, самый избирательный комиссии. Как ее зовут, не помните? Лаврендию Татьяну Владимировну, замдиректора, поход, в части. Значит, собрала всех, членов комиссии, отдельно, тут у нас камера, где были они, а другое, другое. И заставила подписать, что я чистый бланк протокол. А что значит заставила, как это выглядело, заставила? Да, да, собственно, почти, можно сказать, что в приказном порядке. Но попросила. Значит, была там, были, были, самые, от КПРФ, от КПРФ, бухгалтер, с, это, с Сарком профсоюза, от Житких. Она, она говорит, как же я буду, нам сказали не подписывать чистый бланк. И тоже подписала. А как назвать вы ее тоже можете? Фамилию, фамилию имя, кто подписал от КПРФ? Нет, нет, я ее, фамилию не знаю. Она от КПРФ была наблюдателем? Наблюдателем от КПРФ была. Или членом комиссии? Член комиссии. Член комиссии. Она подписала. Я потом, когда дело дошло до меня очередь, меня взорвало, я сказал, я такой подписывать не буду. Я говорю, я для этого запрошел. Смысла подписания пустого бланка вам не объяснили? Я ее не спрашивал. А вот те бланки настоящие, там Путин победил, все так же, да? Большой там был отрыв. 40 голосов Путин набрал, 304 Зюганов, 89, по-моему, Прохоров, 63 Жириновский, 9 испорченных было, и 38, по-моему, Миронов. Ну, все, все, я потом пришел, приехал ко всем в ЛДПР, они на меня спросили, а ты нам протокол привез, а вы мне ее не просили? Вы мне не просили, мы ее нам никому не давали. То есть вам еще и не выдали протокол ко всему прочему? Нам, членам комиссии, никто мы не получили протокол, никто. А ЛДПР все получили, их был все человек, все равно все. Я был на думских выборах, самых наблюдателей, в 33-й школе, на Шубе, но там был КАИП, там у нас все, никаких задорий, там чисто было понятно. Вот об этой истории вы сразу после выборов рассказали кому-то, подали жалобу? Я сюда обратился, прямо на 6-го числа я обратился сюда. Так, на 6-го в обком КПРФ пришли с этой жалобой? Да, и все. Она дальше куда-то пошла, не отслеживали? А, это не знаю, пока я вот, куда пошла. А сейчас я, в общем, я хотел... А, вы еще на сайте президента это оставили? Все на сайте президента есть. Вы просто сейчас ждете реакцию, реакции пока нет никакой. Мне вот прислали деньги получить, а я их не получаю, сказал, что я не буду получать эти грязные деньги. Это за то, что вы были членом комиссии? Вот, 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 у меня сами прислали, что я, я, мне уже, сами... Членом комиссии сколько платят? 4,399 и 140 рублей было еще на, это самое, на питание нам давали. Вот, значит, я не отказываюсь, не знаю, в дальнейшем... Вы в суд подавать будете? Я пришел туда узнать с намерением... Какие перспективы судебные, есть ли или нет, да? Да, это самый... Потому что, как я понял, ситуация непонятна. Вроде бы по протоколу все было правильно. Победил Путин с отрывом там в 200 классов. Зачем нужна была подпись пустых бланков протокола? Я не знаю зачем. Я думаю, может быть, чтобы сделать по большему, значит, по... То есть мал, отрыв в 200... Я не знаю, почему они подписывали, заставили... Я это не спрашивал, мне это не нужно было. Значит, у меня, председатель, то есть заместитель, когда все такое... Я сказал, что, я говорю, мне будет совесть мучить, я не хочу, чтобы мне мучил совесть. Значит, подписывал протокол. Теперь она, она мне сказала, что, ну, кончилось с тем, что она сказала, что я Россию не переделаю. Я вон, я... А председатель комиссии, он также заместитель в этой женщине? Как вы думаете, вот вы юрист, как вы думаете, зачем, зачем все это было нужно? Ну, мне как юристу, в принципе, непонятно, почему и зачем, в принципе, они это делают. Скажем так, чтобы рейтинг у Путина был достаточно высок. Но он и так не маленький. Он и так, в принципе, не маленький. Еще, скорее всего, просто, находясь на уровне участковых избирательных комиссий, боялись именно второго тура. Вот, поэтому и пытались сделать этот процент именно Путину. Вот, в принципе, наверное... Чуть сделать не в разрыве двухстатных, а побольше. Наверное, все-таки, для президентских выборов 200 голосов, это маловато для участка. Поэтому, пугаясь именно второго тура, пытались сделать вот такие вот фальсификации именно с итоговым протоколом. То есть, немалый результат пытались надуть еще больше? Да. Так и есть. В принципе, наверное, это единственная причина. Потому что так и так он на этом участке побеждал данный кандидат. Если разрыв был бы там 5-6 голосов, это понятно, для чего делалось бы, да, допустим. А при таком разрыве, мне кажется, только ради этого. Ну, потом всем известно, что страдает наша, скажем так, областная власть от этого всего. Если рейтинг здесь и результаты голосования здесь будет меньше, будет страдать непосредственно наш губернатор Олег Петрович Королев. Вот и все.